Да, все верно, особое мнение в эфире. Меня зовут Владимир Сметалин. Добрый день со своим особым мнением. Сегодня в нашей студии Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видеотрансляции эфира. Кроме того, позже там появляются все программы в записи. Можете зайти в любой момент, переслушать, пересмотреть. И есть на нашем сайте еще и форум для того, чтобы задать вопрос гостю особого мнения. Вы знаете, Олег, хочу начать с вопроса о деятельности НКО, что давно новостей никаких не было. Означает ли это, что НКО живут себе так спокойно в настоящее время? Ну, живут спокойно. Продолжают начатые дела. Да, готовятся к новому сезону. То есть некоторые начали новые проекты. Мы сейчас говорим о НКО в нашей области. Да, о НКО в нашей области. Не так давно мы снова перебирали базу наших клиентов, обзванивали. То есть некоммерческие организации живут, развиваются. Для них мы придумываем новые услуги, реализуем совместно с нашими партнерами. Мы сейчас начинаем делать бухгалтерское обслуживание некоммерческих организаций. То есть если некоммерческим организациям есть потребность, если у них есть потребность в бухгалтерском обслуживании, они могут приходить к нам за небольшие денежки. Мы готовы заправить. Новый сезон вы имеете в виду в том числе новые гранты, да? И не только новые гранты. То есть традиционно в России новый сезон работы начинается с осенью, то есть с окончанием отпусков и длится до следующего лета. То есть более-менее активная фаза действий начинается с сентября. Это и учебный год, это концентрация учащихся в учебных заведениях, ну, прочее-прочее. То есть в принципе вот с этим всегда традиционно связаны новые сезоны деятельности практически во всех сферах. Какие-то новые интересные проекты, абсолютно какие-то прорывные в этом году попались уже вам в глаза? Ну, постепенно новые проекты вызревают. То есть там, допустим, старая добрая организация «Дорога и добра» начинает проект по поддержке ипотерапии. Другие проекты пересматривают свою деятельность, делают что-то там. Допустим, проект «Пешком в порядке» развивается, у них новый путеводитель, новые идеи. Как раз-таки 9 августа был презентован. Новые идеи по организации разных мероприятий, в том числе там в районах области, по изучению истории Вятского края. Ну, все-таки четко, все изменяется. Я не знаю, вам задавали этот вопрос, но безусловно, задать его было нужно. То, что произошло с главой региона, с главой Кировской области Техарта на сфере НКО, отразилось или еще может отразиться? Да, безусловно, любые глобальные процессы, они будут отражаться на всех сферах, в том числе и на сфере НКО. Каким образом? Вот каким образом? Да, скорее всего, отношения между некоммерческими организациями и правительством области будут в какой-то степени пересматриваться. Пересматриваться с точки зрения стилистики взаимоотношений, форматов взаимоотношений. То есть здесь предстоит всем привыкнуть друг к другу. А от кого будет исходить эта инициатива, на Ваш взгляд, пересмотра? Я думаю, что это будет взаимная инициатива. То есть с новым главой региона, с чистого листа будут начинаться новые отношения. Какие-то проекты будут ему предлагаться, какие-то он будет поддерживать. Рано или поздно новый глава региона объявит о своих принципах, приоритетах, в поддержке каких-то инициатив. То есть сейчас я понимаю, что первые дни наступления в должность, изучение ситуации ему не до этого. То есть, но, тем не менее, рано или поздно мы не до этого. То есть Вы говорите, возможно, о том, что вот он встретился, я имею в виду, Игорь Владимирович Васильев, встретился уже с предпринимателями, с общественными палатами, с предпринимателями национальностей и так далее, и так далее. Вроде как с НКО тоже должна какая-то быть встреча. НКО – это же как бы не какая-то отдельная такая вещь. Ну это понятно, специфическая вещь. Да. То есть это и национально-культурная организация, это и участие в общественной палате. Скорее всего, это взаимодействие будет строиться через общественную палату, если не будет отдельного запроса именно для НКО. Ну, я думаю, что инструмента общественной палаты вполне хватает для того, чтобы организовать какие-то там координационные, притирочные совещания, тему взаимодействия. А давайте вот как раз-таки пройдемся, и Вы выскажите свое особое мнение о первых действиях и заявлениях Игоря Васильева в должности Ильева губернатора Кировской области. Я напомню, что в прошлом особом мнении мы с Вами общались, как раз 28-го числа, во время нашего эфира стало известно о том, что был их отстранен в связи с удовольствием доверия и назначен уже бывший глава Росреестра. Практически сразу же заявил Игорь Владимирович о том, что наш регион перспективен, есть точки роста, это химическая промышленность, сельское хозяйство и молочное производство. Попал тут? Ну, на самом деле... С точками роста. На самом деле, ничего супероригинального не сказал. На самом деле, новый губернатор, исполняющий обязанности, демонстрирует достаточно консервативную повестку. То есть, он изучает регион, высказывает свои мнения. То есть, эти мнения, скорее всего, у него складываются из того массива и документов, и рабочего общения с теми людьми, которые сейчас есть в регионе, принимают решения. На самом деле, как бы, все это и раньше проговаривалось в той или иной степени. То есть, и его первые действия, его первые визиты, участие в каких-то мероприятиях, это достаточно, ну, такие простые, понятные вещи, которые, в принципе, и должен был бы сделать человек достаточно умеренной, такой консервативной повесткой. Консервативной, вы сказали, да? А может быть, иначе? Есть иной путь? Не изучая ничего, принимать какие-то решения назначенные? Вы знаете, вот, я помню, начало губернаторства того же Никита Юрьевича Белых, 2009 год, да, там сразу был ряд, как бы, действий, там, непривычных для, там, среднестатистического губернатора Российской Федерации. То есть, это и участие, там, в форумах, там, с привлечением, там, разных-разных-разных экспертов хорошего уровня, хорошего класса, но, там, и из тех сфер, из которых не всякий губернатор решится пригласить. Таких неоднозначных людей, да? Это было и участие в различных мероприятиях, там, нетрадиционных форматов, там, без галстуков, там, неформальных мероприятий. Это было неформальное общение, там, в куче многих разных людей и вникание, там, в суть каких-то инновационных проектов с попыткой, там, изучить, понять, там, а есть ли в этом что-то такое, до чего не додумались, там, все остальные. Вот даже сравнивая какие-то вот такие вещи, видно, что, там, новый губернатор более консервативен, более жестко, там, определяет более традиционные форматы коммуникаций, ну, как вы знаете, там, отказывается от общения в соцсетях. Ну, он об этом заявил, да, в интервью Риа Наростям, живое общение для него. Ну, в принципе... В соцсети это о другом. Да, это о другом. Ну, это дело вкуса, это дело стиля, там, деловых привычек, там, в этом нет ничего плохого, собственно говоря. Просто, мне кажется, что он более консервативен по сравнению с предыдущим. Хорошо это или плохо? Да, это не хорошо и неплохо. Просто, ну... А хорошо или плохо, это именно для нашего региона? Вы же таки особенные. Ну, как особенные? То есть, на самом деле, мы не очень-то и особенные. Ну, приятно нам считать, считать за них себя особенными. Ну, я думаю, что все будет хорошо. А вот это его вступление в рабочую группу по ремонту, по контролю за ремонтом дорог в качестве гражданина, да, после встречи с ОПКО. И незапланированные, по его словам, визиты в поликлиники. Ну, это, как бы, знаете, это самые незапланированные визиты в поликлиники. Тут просто можно было делать ставки, куда, в первую очередь, там, лично пойдет с какими-то такими визитами, там, в больнице или в школу. Ну, то есть, на носу подготовка к учебному сезону. То есть, я думаю, что в школу тоже пойдет с визитами. Лично посмотреть подготовку к школе, ну, наверное, во второй половине августа. А дальше будет подготовка к отопительному сезону. Ну, и далее. Ну, то есть, эти вещи, они не такие уж, как бы, непредсказуемые. Вообще, все на поверхности, все цеплично у нас, вне зависимости от того, кто находится. А во-вторых, разумеется, приехав в новый для себя регион, вникая в суд проблем, разумеется, он реагирует и изучает местные активности. И встречается, там, с представителями этих активностей, пытается понять, насколько эти активные люди разумны, грамотны, насколько, там, вместе с ними, там, удобно, комфортно будет дальше, там, строить взаимоотношения. Разумеется, он приходит, там, в те места, где они уже ведут свою активность. Если бы у нас рабочие группы были созданы, там, не по ремонту дорог, а, там, я не знаю, там, по изучению, там, ветхого жилого фонда, он пришел туда. Вот, то есть, это не он, там, изобрел эту рабочую группу, он пришел туда, где активность уже есть. Вот, и он включился туда, где активность уже есть. И это вполне? Это демонстрирует его интерес, там, да, это вполне, вполне нормально, объяснимо. Мы еще немножко останемся в этой теме, после небольшой паузы продолжим. И напомню, что особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, членов общественной палаты Кировской области. Кстати, сегодня Игорь Владимирович дает пресс-конференцию в пресс-центре ТАСС в Москве. Я не могу понять, закончилась ли пресс-конференция или нет, но кое-что уже СМИ публикуют из его высказываний. В частности, на вопрос о кадровых изменениях, вот что он ответил, цитирую. Думаю, что к людям нужно относиться очень бережно, но, конечно, порой опорой должны стать кадры, подготовленные в области, которые сейчас работают, к примеру, на промышленных предприятиях. Нельзя рассчитывать на прилет инопланетян. Я встречаюсь с промышленниками, предпринимателями, банкирами и всем объявляю о начале формирования губернаторского кадрового резерва. На мой взгляд, на государственную службу должны прийти умные, талантливые, хорошо образованные, амбициозные молодые люди, с которыми будем шать задачи, стоящие перед областью. То есть означает ли это, что ставка будет делаться на местных специалистов или на них? Ну, местных, не местных, поскребешь любого местного, все равно окажутся какие-то близкие, далекие корни. То есть мне кажется, что тут ставка не на водораздел по принципу местный, не местный, а ставка на профессионализм и знание местной ситуации. Вполне возможно, что и приезжие специалисты, которые здесь находятся в год-два-три, лучше владеют ситуацией, чем люди, прожившие всю жизнь в Кировской области. Мне кажется, но вот это вот заявление, скорее всего, это здесь ключевой момент в том, что намек на то, что опираться будет на реальный сектор экономики и рекрутировать кадры из реального сектора экономики. Те люди, которые сейчас работают и там уже добились непосредственных результатов. И, кстати, на сегодняшней же пресс-конференции ТАССО заявил он о том, что намерен возвращать в регион крупных налогоплательщиков. Это одна из основных задач сейчас. И постепенно будет осуществляться переход от слов освоения бюджетных средств к словам получения результатов. Ну, собственно говоря, там и в этом ничего нового нет. И предыдущий губернатор говорил о возврате крупных налогоплательщиков в Кировскую область. Мы помним там инициативы по привлечению крупных налогоплательщиков в Кировскую область, которые как-то не сложились. Давайте пропишем людей, бизнесменов в том числе. Да, да, да. То есть это была та же самая попытка, про то же самое, но не сложилось. Не получилось. Не получилось. Получится ли у нового губернатора новый заход на эту же самую цель? Ну, посмотрим. РИА новостям, напомню, он сказал, что собирается идти на губернаторские губеры. Тоже, на Ваш взгляд, это вполне логично. Вполне логично предсказуемо. То есть год работы, то есть он не должен проходить даром. Ну, да. Вроде как. Еще один последний вопрос. Ваше мнение, Олег, по поводу вот этого появившегося баннера на сайте Справительства области, письмо главе региона. Игорь Владимирович сказал, что данная вещь сразу же заведена, так сказать, на мой личный электронный ящик, и я получаю уже много чего. Люди пишут, потому что на автостраховальные жалуются, и я вроде как отлично отвечаю. Ну, это уточнение просто канала коммуникации, по которому глава региона готов принимать обращение. Собственно говоря, ничего в этом супероригинального нет, так или иначе, у нас в правительстве есть целый отдел по обращениям граждан, придет ли письма туда, по почте, по электронной почте, как-то еще. И раньше можно было писать по электронной почте. Личный ящик, не личный ящик, это уже детали, скорее всего, все тонны писем, которые будут приходить на этот ящик, скорее всего, первичную обработку и сортировку будут осуществлять, там, помощники, ну, или, как бы, это уже дело техники, там. Ну, в принципе, тем самым он явным образом ограничил, там, каналы коммуникации, если раньше, там, были какие-то разные социальные сети, и, там, доступность, и, там, быстрый ответ прямо в соцсети, то сейчас более консервативная такая подача, то есть пишите письма, постараемся всем ответить, но вряд ли это будут ответы такие публичные, то есть, как бы, на весь твиттер. Ну, он заявил о том, что срок, вроде как, рассмотрения будет сокращен. Ну, как сокращен, то есть я... От 5 до 14 дней, вместо традиционных 30. Ну, лично, я не стилю, ну, ради бога. То есть, никто не запрещает давать ответ раньше. Ну, некоторые гости нашей студии уже высказывались по этому поводу, по поводу этого письма главе региона, некоторые считают, что не должен глава области лично отвечать, должна работать система. И с этим могу согласиться. Вот именно поэтому я, вот, не очень верю, что, вот, там, ночью напролет, ну, и губернатор будет проводить зачтение писем, там, всех граждан, кто пожелает, направить ему, там, десятки писем с приложением, там, кучей документов. То есть, скорее всего, там, все равно предварительная какая-то сортировка будет осуществляться, там, сотрудниками, там, аппарата, вот, и это, в принципе, ничем не будет отличаться, там, вот, и дело писем, там, обращений, там, граждан, вот. Ну, разве что, ну, может быть, сроки, там, чуть подсократят, там, в плане, там, личной инициативы, вот. Ну, эта часть работы, она возвращается, такой, вот, в более, там, старые консервативные условия. Давайте еще по актуальным темам и проблемам нашего региона пройдемся. Не знаю, высказываемся на эту тему в рио губернаторах. По-моему, еще нет. Я имею в виду строительство полигона твердых бытовых отходов в Осинсах Слободского района. Как известно, Кировское отделение Общероссийского народного фронта нашло такой железный аргумент, ввиду которого нового полигона там быть не должно. Речь идет об авиационной безопасности. Дело в том, что расстояние вот с этого полигона, предполагаемого до Порошинского аэродрома, составляет 13 километров, а надо 15. И это, кстати, военная прокуратура уже подтвердила. Ну, понятное дело, полигон, свалка, это привлечение всевозможной живности, птицы, птицы могут как-то повредить. Вообще, вот хотелось бы, чтобы вы дали оценку всей этой истории с протестом против строительства. Я считаю, что... Такие митинги, выходы регулярные. Я считаю, что здесь вопрос немножечко в другом. Вот строительство полигонов бытовых отходов, то есть это устаревшая технология просто закапывания мусора в землю, там, что-то с этим надо делать принципиально. Вопрос не в количестве километров до аэродрома. Ну, хорошо, но после протестов, после вот найденного вот такого фактора, там, километража от аэродрома, ну, будет он, господи, ну, передвинут на 5 километров. Вот. Ну, или в другом месте, там, с другой стороны города Кирова. Вот. Ну, это будет тот же самый полигон бытовых отходов. И принципиально-то как бы... То есть, это тоже закапывание. Да, это то же самое, закапывание мусора подземным, утрамбовым и прочее, прочее. Мне кажется, там, этот вопрос... Город растет, развивается. Мусора становится все больше и больше. Вот. И строительство одного полигона, как бы, оно ничего принципиально не решает. Решило бы новая технология переработки мусора, там, глубокой переработки мусора, там, сортировка мусора, то есть, экологические, там, технологии, то есть, переработка, получение из мусора дополнительных ресурсов, то есть, там, оно будет... То, что можем еще перерабатывать, то, что-то делать. Вот, эти технологии, они очень дорогие. Они есть, но они очень дорогие. Вот, где найти инвесторов, вот, насколько мне известно, там, переговоры, там, велись, там, многие годы, там, то с одними, то с другими, то с инвесторами, то с производителями этого оборудования, то какие-то появляются предприниматели, говорят, что вот есть такая технология, она у нас стоит вот столько. Вот, ее можно бы использовать, понимаете, из мусора можно получать кучу полезных вещей, вот, и пускать, там, во вторичный, там, третичный оборот, это бы сокращало и объемы, там, мусора, который необходимо утилизировать, и, там, с которым невозможно уже ничего сделать, кроме как закопать. И, там, передавало бы новый, какой-то, там, импульс экономике региону, вот. Ну, эти технологии, они стоят очень дорого, и нужны, там, очень большие инвесторы, чтобы эти технологии, там, поставить. Ну, вот, очень дорого и все, уперлись, никакого движения были. Ну, как, мне кажется, что переговоры, они продолжают идти, вот, ну, это вопрос, как бы, инвестиций, это вопрос окупаемости, то есть, за сколько лет, там, может быть, десятков лет, там, регион сможет окупить такую технологию, на какой технологии остановиться, то есть, технологии растут тоже, буквально, там, каждый день появляются новые, там, не успевает одна технология. И, там, сложится, там, появляется вместо нее другая еще более эффективная, вот. Тут, тут надо просто очень серьезно правительству области, там, задуматься и более предметно искать именно такие способы решения проблемы мусора. А вот как раз в Рио-то губернатор, наверное, сейчас и нужно подкинуть, что называется эта тема. Хотелось бы, да, хотелось бы. С свежим взглядом таким. Тем более у нас год экологии. И было бы, наверное, еще хорошо, чтобы ОНФ не просто добивался запрета, да, стройки, а еще бы предлагал какие-то пути решения, показывал. Ну, все равно бы, собственно, куда-то надо девать. Как мы можем. То есть, запретив, этот самый, полигоник бытовых отходов, там, в одном месте, надо ответить следом, там, на вопрос, куда все это делать дальше. Из города в каком направлении вывозить и где это оставлять. Напомню, что эта программа особое мнение. У нас сейчас реклама небольшая. Скоро вернемся. И сегодня это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, членов общественной палаты Кировской области. Еще об одной инициативе Общероссийского народного фронта хочу поинтересоваться у нас. Рекорд деления ОНФ призвало создать областную программу по борьбе с борщевиком. Далее цитирую. Победить борщевик можно только в ходе реализации комплексной программы с обязательным софинансированием муниципалитетов из регионального бюджета. Кроме того, ОНФ уверен, что необходимо возложить ответственность за борьбу с борщевиком на собственников земель, на которых произрастает это растение. Если это земли поселения, то ответственность должен вести муниципалитет. А если у земли другой собственник, то это должно быть вменено в его обязанности. Ну, понятное дело, что с борщиком что-то надо делать. С борщиком бороться надо. Что-то надо делать. Ну, тут сразу же опять цена вопроса. То есть, предлагается, если это просто переложить на местные муниципалитеты... Денег нет у них. Ну, откуда у них деньги? Борьба с борщевиком технологически это, ну, такое сложное дело. То есть, я читал способы борьбы, то есть, их существует... Ну, это только физическое уничтожение на основном. Это очень трудоемкие способы. Я не представляю, откуда наши небогатые муниципалитеты найдут средства и возможности для тотальной борьбы. А вообще, как бы могла выглядеть эта областная программа, если она была? То есть, не знаю, расписаны силы, конкретные мероприятия, даты, сроки выхода на борьбу? Ну, я думаю, что областная программа, в первую очередь, технологические-то как бы способы есть, но, опять же, это затратное мероприятие. То есть, в первую очередь, в областной программе должна наставлять определенная цифра рублей на эту областную программу. Или она есть, или ее нет. Нет суммы финансирования, ну, и не о чем говорить. Если на принципах софинансирования, ну, софинансироваться тоже должно быть из каких-то источников. Я понимаю, что муниципалитеты что-то там своими силами могут сделать, но не полностью на их плечи стоит эту проблему перекладывать. То есть, какие-то деньги необходимо искать, будут ли это бюджетные деньги, средства для основного бюджета, или это будет какая-то помощь федерального центра, или это будет помощь частных инвесторов. Но, так или иначе, необходимо начинать говорить о том, сколько есть денег на эти мероприятия, и, во вторую очередь, уже как эффективно эти деньги отправить на то, чтобы этого бюджета стало меньше. В общем, все не так просто. Ну, как всегда, все не так просто. Растение-то это ужасно разрастается и разрастается. Есть такие населенные пункты в нашем регионе, просто поросшие. Да, просто там буквально выезжаешь за чертой города, по обочинам дорог, все в Барсевике. То есть, очень сильные там заросли. Я даже не могу представить, что за муниципалитеты отвечают, по любой трассе, в любом направлении, там, на городе Кира. И кто все это будет убирать? Эта же тема-то поднимается у нас на протяжении последних нескольких лет. Я помню, два-три года назад активно обсуждали в ЗАГС-собрании. Понимаете, все темы у нас периодически поднимаются. Поднимаются, а потом тихо куда-то гаснут и уходят. Тут ведь вопрос как бы не в том, что вот тему поднять. В какой-то год становится, в какой-то год, у каждого года должны быть свои приоритеты. Если мы говорим о том, что там, 17-й год, условно говоря, год борьбы с Барсевиком, и в этом году необходимо сделать какие-то определенные усилия. Звучит, конечно, забавно, но вещь важная. Ну, это расстановка приоритетов, там, работы, там, совместной работы и правительства, и, там, негосударственных, там, бизнес-структур и, там, и муниципалитетов. Это определенная тема. То есть, если ОИНов считает, что подошло время борьбы с Барсевиком, ну, хорошо, там, будем рассматривать этот вопрос. Но, в первую очередь, необходимо искать, там, основную часть, там, финансирования, там, на эти мероприятия. То есть, договориться, где будет то финансовое ядро, вокруг которого уже можно будет наворачивать эти мероприятия. Точно так же, как бы, там, таким же приоритетом может стать любая тема, там, и ветхое жилье, и, там, доступная среда для инвалидов, и, там, экология, и те же, там, борьба с мусором, что угодно. Это вопрос расстановки приоритетов. Высказанное предложение, там, Народного фронта, там, видимо, как бы, заявка на определение приоритета, там, ближайшего, там, финансового года. Вот, по этой проблеме. Следовательно, ну, предполагается, что все остальные проблемы, ну, не настолько актуальны для Народного фронта. Вот интересно, почему-то партии-то еще не подсуетились в этой ситуации. Можно было бы это все забабахать в какой-то федеральный партийный проект борьбы с Барсевиком. Накануне-то выбор. Ну, как бы, не знаю, это борьба с каким-то абстрактным Барсевиком, ну, не абстрактным, конкретно, да, это выглядит немножечко комично, вот, на выборах, то есть, чтобы водружать эту борьбу, на флаг на выбор. То есть, все остальные борются с коррупцией, а мы с Барсевиком. Ну, почему вы? Звучит забавно. Почему вы? Вот, то есть, у нас в стране приняты определенные, как бы, такие, гласные, негласные, там, эстетические предпочтения, то есть, некий дресс-код. Как должны себя выглядеть, выглядеть из себя солидные партии для увеличения доверия избирателям. То есть, ну, не принято подобные вещи перед выборами, там, водружать на флаг. Это выглядит немножко комично. Ну, мы тут все вокруг, да, около стены сельского хозяйства ходим. Хотел бы, да, сейчас как раз именно на этой теме сосредоточиться. Прям вот лично, прям вот ошарашило это заявление казаков. Федеральная программа у нас появилась, оказывается, где казачьим обществам будут передаваться пустующие земли в регионах, чтобы те на них развивали сельское хозяйство. И в нашем регионе, в Крымском обществе, тоже такая тема будет подниматься. На прошлой неделе мы разговаривали с Юрием Басмановым, это Атаман нашего регионального общественного, региональной общественной организации казаков. Вот уже есть у нас компетентные населенные пункты, где предложено вступить в казачество. Такие уже кандидаты в казаки у нас появились и им, в казаки будут, видимо, технику и другое оборудование выдавать, чтобы все это дело поднимать. Ну, ради бога. Как вы, наверное, на все смотреть? Вот именно казачество у нас займется возрождением тысячи-тысяч гектаров. Я не уверен, что казачество самостоятельно осилит возрождение тысячи гектаров. Если у них получится, ну и хорошо. Но я не уверен, что так произойдет. Скорее всего, там будут сделаны какие-то попытки попробовать это сделать. Скорее всего, там речь пойдет о неких дотациях, субсидиях и прочих со стороны государства, льготных выделений земель и прочего-прочего, видимо, каких-то льготных кредитов. Будущее покажет, как эта инициатива будет реализовываться. Ну, вот я не вижу, что именно казачество – это полоцея, возрождение региона, что это такая опорная точка, которая поможет возвратить тысячи гектаров. Потому что нам это не близко, не очень близко. Непонятно, исторически так сложилось, что у нас. Я думаю, что в нашем регионе, ну, как бы, вот, это не так принято, вот такое построение. Это же и финансы, и общественные отношения, и смена уклада, и какие-то новые форматы взаимодействия. Мне кажется, что уже более-менее привыкли к модели фермерских хозяйств, более-менее привыкли к сельскохозяйственным предприятиям, крупным, мелким, разным. Я думаю, что основными производителями, там, сельхозпродукции будут все-таки, там, предприятия и фермеры. Вот, я думаю, что в рамках действующего бизнеса будет вестись основная работа по, там, осваиванию и земель, и массивостей, и производству, там, сельхозпродукции. А если кто-то желает жить общиной, ну, это их желание. Такое, экологическое такое, и выращивающееся для себя и для своего хозяйства. Остается не так много времени. Еще про санкции вас хочу спросить. У нас, как известно, санкции продлены до конца 2017 года. Почему именно? Эксерим поднимаем. Как раз-таки в августе 2014 года Путин подписал приказ о введении эмбарго. Импортозамещение, да, у нас было поставлено на голову угла. Что, на ваш взгляд, за два года? В рамках импортозамещения у нас сделано? В рамках импортозамещения сделано и много, и мало. Ну, на мой взгляд, там, результат не очень удовлетворительный. То есть... Ну, так же не ставилось никаких конкретных сроков, да? Ну, как? Что, к такому-то году, к такому моменту? Вопрос не в сроках. Вопрос в том, что люди почувствовали себя немножко ущемленными, там, вправе выбирать, какие-то качественные, там, продукты или некачественные, там, в вопросе своих стилистических предпочтений. С одной стороны, с другой стороны, быстрой и эффективной компенсации, там, вот этих неудобств не произошло. Ну, чудо не произошло. Какие-то продукты действительно, там, стали, там, заменяться. Некоторые продукты нравятся, но больше, там, продуктов, ну, по моим личным ощущениям и по, там, эмоциям, которые, там, высказывают, там, какие-то, там, знакомые, там, что-то еще, там. Ну, это совсем не те, там, сыры, которые были раньше. И другая продукция. И другая продукция. И, конечно же, за, вот, какими-то, вот, элементами, там, за какой-то, вот, такой продукцией люди все равно предпочитают, там, понимаете, возрождается, снова, вот, эта, вот, эпоха, когда, вот, там, за границей, там, вот, там, вот, есть какие-то, вот, такие штуки, которых нет здесь. Вот. Прошло то время, когда у нас есть все равно то же, что есть и у других. Теперь у нас чего-то нет. То есть мы себя чувствуем, опять же, в каком-то ущербном, там, состоянии. Да ладно, кто хочет, он найдет. Дело не в том, что, это самое, нечего поесть. На самом деле, наше, большинство нашей продукции, там, продуктов питания, я не могу сказать, она намного вкуснее, полезнее и так далее, и так далее. С этим я даже не спорю, и, вот, мы так и не научились, там, производить какие-то вещи, там, бытового назначения, там, у нас нет техники, там, собственно говоря, на нее, там, самосанкции не особо-то не распространяются. Вот, у нас нет каких-то, там, ну, многих качественных вещей, мы их не умели производить и не умеем. Вот, это очень жаль. То есть... Зато бы оружие дело нехорошо. Ну, да. Остается, остается довольствоваться только таким аргументом. Вот, Минэкономразвитие сообщило о том, что цены на продовольственные товары за последние два года увеличились более чем на 30%, опередив инфляцию. В то же время, ведомства утверждают, что российский рынок смог адаптироваться к новым условиям. Импортеры переориентировались на других поставщиков, стали делать закупки по более низким ценам, а некоторые импортные товары заменили более дешевыми российскими продуктами. Как-то тут не стыкуются. Вроде подорожали, а вроде заменили. Более дешевым мясом. Ну, это говорится о том, что с голода мы не помрем и прожить можно. Ну, да, с голода не помрем, прожить можно. Но какое-то такое гаденькое ощущение, что мы все-таки вычеркнули сами себя из какого-то там списка успешных людей, которые могут себе позволить все, что угодно, ну, остается. То есть не все, что угодно мы можем себе позволить. Хотелось бы узнать, надолго ли это. Или уж не навсегда. Да, я думаю, что надолго. Я думаю, что надолго. И этот вопрос делает не в том, что очень хочется чего-то эдакого. Просто хочется сказать, что есть в качестве жизни некий знак равенства. Что у нас, что там, что здесь, в любой точке мира хочется чувствовать себя одним и тем же человеком, который спокойно удовлетворяет свои любые потребности. Здесь вот намеренно как бы говорится, что нет. Вот пока мы находимся здесь, вот на этой территории, у себя дома, мы не все можем себе позволить. Вот о чем. И это на самом деле такое вот разрушительное ощущение, оно намного более разрушительное, чем эффект, там, экономические эффекты от ввоза, там, чужой продукции, там, чего-то еще. К сожалению, завершается наше время. Это особое мнение. Напомню, особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, а также члена общественной палаты Кировской области. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.